всем привет болельщики молодежной сборной россии и всего российского футбола сегодня с вами очень классный гость Денис Адамов и интервью будет у него брать необычный корреспондент Алексей Татаев давай начнем так со школы как ты учился в школе в школе я сейчас не выделялся особым умом учился сейчас выделяешься извини перебил сейчас конечно в школе учился наверное как и все футболисты там много пропускал вначале до Академии Краснодара еще из-за этого успеваемость была такая средняя 3-4 в основном но ближе к экзаменам к 11 классу уже поднабрал закончил хорошо школу а как закончил хорошо а вот расскажи о школе в Краснодаре ты туда как я знаю попал в 7 классе да я попал туда в 6 классе но Академии еще тогда не было мы учились в обычной школе 11 школа по-моему была нас туда возили всех на автобусах мы там собирались также учились как и все ребята просто у нас был свой отдельный класс футболистов я понял а расскажи именно о школе которая в Академии частная школа ну вот как раз начиная с 7 класса по-моему мы туда переехали можно сказать новый учебный год там начинался обычная школа также все обычные учителя ничего какого-то новшеств никаких не было также учились старались по крайней мере часа ты мне сейчас ты говоришь я все знаю как бы но болельщики не знают расскажи как то что ну просто скажи то что там были одни пацаны ну наверное были самые тяжелые времена в самом начале когда мы шли в школу там учились два урока после двух уроков мы шли на тренировку быстро переодевались там тренировались также быстро потом переодевались и мокрые бежали в школу вот это было очень тяжело я еще помню в краснове таких морозов нету но было было когда очень холодно и мы старались из манежа быстрее до школы до бежать и не опаздывать на уроке потому что если мы опаздывали там могли уже серьезно наказать на тренировку не допустить либо там дежурным поставить. А дежурить не прятывался? Ну конечно. Какие предметы любимые и нелюбимые? Предметы? Да, ну в школе, да. Наверное это физра. Ну физкультура до академии, да. Физкультура, само собой по литературе, я думаю. Общество знаний. Общество знаний я сдавал ЕГЭ, сам выбрал. Потому что все ребята в основном сдавали биологию, но я как-то не особо. Ты далек от биологии, да? Ну да. Ну да, общаясь с тобой, это понимать. Ну ничего страшного. Также нелюбимые, наверное, физика, математика, такие самые сложные, химия, ну а все остальное так. И чтобы люди знали, вот у нас с Денисом было два этапа школы. Одна школа, это как у обычных людей, согласись, когда ты приходишь, там девочки, мальчики, можешь подразнить куда-то, поиграться. Другая школа, это в академии, где уже все совсем серьезно. Ну у меня, наверное, даже три этапа было. Это школа в Ульяновске, где я учился. Сколько? Пять классов. Потом один класс в Краснодаре в обычной школе и уже остальные классы в самой академии. Самая больная тема. В каком возрасте ты влюбился? Влюбился. Любил ли ты вообще? Любил, конечно, но влюбился, я не помню, там какая-то, может, в подростковом возрасте была любовь. Ну я не могу это назвать любовь, что я скорее всего была привязанность. А как же там в первых классах когда-то ты увидел, она тебе улыбается? Ну я не могу, слышать, что любовь это скорее всего привязанность. Ну симпатия к человеку. Какая может быть любовь там в пятом, шестом классе? Не, вот я тебе скажу, у меня было так в детстве, по-быстрому расскажу. Во втором классе, ну девочку, о чем мне нравилось, любил, мы постоянно смотрели друг на друга полгода, смотрели взглядом и улыбались. Только потом я сказал другу, подойди, скажи ей, что я ее люблю. Он ей сказал. И потом я решил, для себя я вырасту и женюсь на ней. И как-то… Женился? Не, вот слушай, как-то там, где-то три-четыре года назад я попытался с ней связаться найти, а в итоге у нее уже было там четыре-пять-шесть парней. Ну я любил ее, я так думал, что я любил. Ну ты так думал, не значит, ты ее любил. Мне интересно, какую тебя оказалось. У тебя бы не было такого в раннем возрасте? Ну я опять же говорю, были какие-то там симпатии, может влюбленность, я не знаю, как это называть. Бегали за девочкой, я помню, на районе была девочка, мы там ездили, брали велосипеды, что-то следили, искали. Ну я не могу назвать это любовью. Любовь – это когда ты там с человеком прожил несколько лет, у вас там, прошли какие-то тяготы все вместе, решили там множество проблем. Вот это я понимаю, любовь. А то, что там за девочкой на велосипеде покататься – это не любовь. У меня сейчас девушка есть Анастасия. Да. Как будто я не знаю, кто же это, расскажи мне. Анастасия? Ну каково это быть вообще, девушка футболиста, многие же болельщие мечтают там с футболистами. Может, что она чувствует, когда ты улетаешь куда-то, когда она тебя ждет по две-три недели, когда ты едешь на игры. И я сам по себе знаю, когда ты, например, пришел после игры и очень сильно расстроен, и то, что ты не хочешь никого рядом видеть. Ну расскажи, каково это. Само собой это тяжело, когда ты там уезжаешь на сборы, на два-три месяца. Ну, на три месяца уезжали, на два месяца, когда уезжаешь, смс, фэйстайм, вещи спасают. Сейчас как-то с этим полегче. А так, конечно, стараемся справиться с этим. Она прекрасно понимает, что это футбол, и что я люблю это дело, и нужно с этим мириться и терпеть. Давай уже о футболе. Почему вот именно футбол? Почему не хоккей? Ты, кстати, Суляновский. Я знаю, что ты прекрасно играешь в хоккей. Постоян, когда ездишь домой, зимой ты играешь. У вас даже, наверное, и летом есть, где поиграть в хоккей. Почему футбол? Ну, наверное, как и все ребята. Начинал во дворе. Все выходили быстрее, брали мяч. Никаких компьютеров, там, PlayStation'ов раньше не было. Все, все свободное время проводили мы на улице, играли. Там не только в футбол, там всякие прятки, догонялки. Не знаю, как-то в футбол все играли, и так вот отец сказал, давай тебя запишем на секцию. И так, как и все, тоже записался на секцию, и вот оттуда все началось. Насчет хоккея, да, я там занимался полгода хоккеем. В школе команда создавалась, и мы там играли, ну, как фроу-бол можно назвать, ты играешь в хоккей, только в зале. Вот, мы летом играли в зале в хоккей, а зимой же непосредственно на льду. Как-то выбрал большую футбол, в сторону футбола сделал, и сейчас об этом вообще не жалею. Я помню, когда мы еще в Краснодаре, в Академии нас возили на каток, мы катались. Лучший был. Лучший был. Что ты там вытворяла просто? Ты на поле так не вытворял, а на льду ты просто был лучше. Понятно, ребята с Краснодарского края мало видели, лед, снег, и поэтому я думаю. А вот какая у тебя мечта в футбольном плане? Реализовать тебя, скорее всего, состояться как настоящий футболист. А сейчас ты не реализовался? На тебе эмблема сборной России возле сердца? Ну, я думаю, на этом нельзя останавливаться, нужно двигаться дальше. Ну, какие цели? Попадать уже в основную сборную, ну, стараться попадать. Стараться? Да. Заграть на высоком уровне уже в профессиональной команде. И как можно дольше оставаться на высоком уровне. Ты сейчас играешь в фанейлы? Да? Футбольный останавлив. Ну, это лучшая лига мира. Я не согласен. Как не согласен? Это лучшая лига мира. Это лучшая лига мира. Но нужно попасть в лигу, которая чуть выше. А какая может быть лучшая лига мира и куда ты еще хочешь? Ты сам ответил. Ну, лучшая лига мира, но не по плану футбола, а как называют ее лучшей лигой мира. Я согласен, ладно. Человека подготовьте к интервью, пожалуйста. Как ты стал вратарем? Вратарем стал вот когда отец меня отвел на секцию. Я там, кстати, играл полузащитника. Где-то годик я, наверное, тренировался. Тренировался со старшими ребятами, потому что нашего возраста команды не было. И потом там финансы закончились у команды. Что-то не давали стадион. Ну, и команда распалась. Вот. Вот как раз в это время я начал хоккей. Там играл где-то около годика, полгода где-то проиграл в хоккей. Вот. Потом в самой школе, где я учился, тоже начали создавать команду. Там мы играли по городу среди всех школ. И нужна была команда, чтобы заявиться. Вот. Тренер обошел всех по классам, позвал ребят, говорит, давайте приходите. В итоге пришли мы там два человека, мой друг еще. Вот. Никто не пришел. Но он говорит, смысл тренировку проводить нет. Вот тебе перчатки, какие-то мне старые там порванные перчатки дал, говорит, вставайте, друг другу побейте. Постелил матрасы. Ну, потому что в зале жестко. Ну, вот как-то на матрасах начал прыгать. Понравилось. Так. Вошел во вкус. И вот после этого дня уже не менял позицию. Перчатки сохранились? Нет. Это перчатки не мои были. Это были тренера. Но перчаток было кучу, я помню. И родителей заставлял покупать перчатки. Потому что они быстро износили. Прямо заставлял? Ну, выпрашивал, да, со слезами. Сколько ты мяче забил в профессиональном футболе? Один. Один. Очень-очень красиво. Подожди, я смотрел этот матч. Я там, я орал, честно. Я был в Чехии, я орал. Я в самом деле отходил от этой игры. Скажи, что ты чувствовал просто? Да, первый, наверное, не знаю, сколько там, весь вечер после игры я мог прийти с себя. Мне там звонили, кто только можно. Все знакомые писали. Там со всех сайтов пишут, дайте нам интервью. Я сам не понимаю, что происходит. Так что мы съездили там с девушкой, перекусили. Я лег спать только на следующий день, когда сознание пришло, что это все произошло. Ну, эмоции, блин, я такие, наверное, не испытывал еще никогда в жизни. Даже когда пенальти отбивал, таких эмоций точно не было. Понимаешь, как ты мне сказал? То, что там пенальти тащу что-то, сейвы какие-то делаю. Один гол забил. А, ну да, пенальти отбиваешь, никто ничего не пишет. Тут годин гол надо было забить, весь интернет уже узнал. Это суть футбола, славится тот, кто забивает. Ну, конечно. Из-за этого к вратарям не очень хорошо относятся, потому что они не дают футболу больших эмоций. Люди приходят на футбол, чтобы посмотреть, как команда забивает, как команда выигрывает, а когда вратарь не дает этого делать, людям как-то… Я защитник, я тебя понимаю. Я защитник, я тебя понимаю. Ну, в твоем стиле забил. В моем стиле ты никогда не забьешь. Лучше даже. А, давай расскажи про Академию. С кем ты там дружил? Как вообще тебе была эта жизнь в Академии? Да много таков было. С Алексеем Скляровым, помню, жили в комнате очень долго. Лет 5, наверное, мы с ним вместе прожили. До сих пор общаемся, очень хорошие отношения с Владиком Брагиным. Сейчас парень тоже играет в Хабаровске, тоже много с ним жили, на квартире с ним жили. Ну и ребята из Сулияновска, которые мы там 9 лет вместе в Академии прожили, можно сказать, Саня, Сергеев и Камиль, Закиров. Тоже сейчас хорошие отношения, также вместе общаемся. Ну вот с ними именно с самого начала мы вместе приехали с одного города, когда нам было по 12 лет. С Сулияновскими, да? Да, да, да. По 12 лет нам было. Мы даже на просмотре там вместе ездили, но вот с тех пор дружим. Ты помнишь, когда я приехал? Ну, конечно, помню. Ты помнишь фото нашу, где Лысый был? Ну, общекомандную приехал, да, мальчик. В классе мы с тобой фоткались. Ребята все просто вот такие и подъезжают, парень, с горы. Я с Кавказа был, наверное. Я не могу тебя не спросить про Академию. Как тебе там были условия, как... Да условия шикарно. Я свое мнение уже говорил. Скажи ты, как тебе вот этот весь процесс тренировок в Академии, жизни там? Ну, жизненно, как сказать, не могу сказать, что она там была какой-то прям очень тяжелой. Да, мы там от многого отказались, от полноценного детства, можно сказать. Не было там... Ну, как обычно, дети не гуляли там во дворе, не играли в футбол, вот это вот все как-то ушло. Подожди, помнишь, когда мы в школу приходили, жаловались, можно отдохнуть? Они нам всегда говорили, вы сами выбрали все этот путь, не надо жаловаться. Помнишь это? Не, ну, сейчас я понимаю их, понятное дело, что мы сами на это пошли, нас никто не заставлял. Я думаю, в любой момент, там, если тебе было тяжело, ты мог сказать, типа, все, мне надоело и уйти. Но самые сильные, как сказать, остались, перетерпели. Я думаю, я сейчас вообще об этом не жалею, что я там все это перетерпел. Что бы ты жалел, тут я у тебя интервью беру. Ну, я бы с тобой сейчас не сидел здесь и не давал интервью. Синий момент. Конечно. Давай такое, за кого болеешь в России? Ну, и в Европе. Ну, в России за Краснодар, наверное, сейчас больше не забыл. Само собой. Ну, был момент в детстве, когда я болел за ЦСКА очень сильно. Да, потому что там, ну, я болел за ЦСКА не от того, что именно команда, а потому что там, ну, Акинфеев играл. Игорь. Да. Это как раз я начинал, когда я в зал пришел, там, начал смотреть в артерей, там, всегда на виду был только Акинфеев. Вот. Болел за ЦСКА. Потом уже после перехода в Краснодар, конечно же, я еще пришел, играл в первой лиге тогда. Ну, и как-то после этого уже другие команды не сорвали, только следил за Краснодаром. А, в Европе? Даже помню, первая игра была, когда Краснодар играл с ЦСКА. Я еще думал, вот, ЦСКА там приезжает. Но когда там, я если не ошибаюсь, ЦСКА тогда выиграл, и мне прям очень обидно было. Хотя я за эту команду там болел с самого детства. Но я был очень рад за Краснодар. Ну, как говорится, вчера мы за них болели, сегодня вроде них играем, да? Ну, конечно. Конечно. А в Европе за кого болеешь? Ну, в Европе это, скорее всего, в Манчестер Юнайтед. Дэвид Дэхея. Не, ну я начинал болеть за них, когда он еще не играл. Там был в Андерсар. Там всегда топовый вратарь. Ну, конечно. Согласен. А в Италии за кого? Мы же с тобой любим итальянск. Ну, любим, но ты не за ту команду болеешь. Джи Джи Буфон. Ну, конечно. Согласен. For the U. Давай, теперь перейдем на мою любимую тему. Книги. Какие ты книги читаешь? У меня нет каких-то предпочтений. Читаю разные. Что мне советуют, то и читаю. Что я тебя советую? Ну, да. Ты сейчас намного книг посоветовал. Ну, давай три-четыре книги какие-то твои, которые тебе запомнились. Ну, это Шантарам тоже, как и ты сказал, потому что книга очень интересная. Прям с самого начала. Она хоть и большая, но ты ее прочитываешь там за месяц. И она очень большие эмоции оставляет у тебя. Потом это книга Халида Хосейни «Бегущий за ветром». Кто посоветовал, не помнишь? Это твоя книга. Тоже мне очень понравилась. И как бы странно ни звучало, Робинзон Крузов сейчас почитал, очень понравилась книга. Как человек выживал на острове. Хоть можно подумать, что книга там для детей, но мне она прям зашла. Из авторов, кто тебе больше их нравится? Ну, из авторов это, наверное, Ремарк, скорее всего. «Три товарища», «На западном фронте без перемен». Книги такие очень, но они очень тяжелые, но интересные. Про настоящую дружбу рассказывают, про любовь. Читал «Черный билис»? Нет, «Черный билис» не читал. Кто же его? Да, я знаю. «Триумфальная арка» также его начинал читать. Так и не дочитал. Не помню, с чем, но не дочитал. Давай к музыке, от книг к музыке. Ну, уже, наверное, многие знают, что ты слушаешь. Ну да. Еще раз скажи, это так, по-быстрому пройдемся по этой теме. Это «Бедуа», потом, я думаю, «Баста», «Каспийский». «Каспийский»-то… 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 «Ну, мы выросли, но…» «Не на первом месте». «Можешь переезжать». «А приставка чего? Играешь в приставку?» «Ну, приставку есть, но в последнее время что-то не особо…» «Позрослел?» «Да не позрослел…» «Скажи, во что ты играешь?» «Ну, вообще играл в «ФИФУ», блин, не выходил, помню. Там, 18-е, 17-е. Я, не знаю, каждые выходные ждал уикенд-лигу, чтобы зайти поиграть. Много денег туда закидывал. Но как-то последнее «ФИФА» 19-е вышло. Мне как-то оно не зацепило. Не знаю почему. Много переживал из-за этого. Но там, знаешь, нервничаешь, проигрываешь. И как-то вообще прошло мне к этому удовольствие. Вот смотри, камера стоит. Скажи, в какую игру ты сейчас играешь на сбор? «Поджимобайл». «Скажи, кто ты учитель в этой игре?» «Вот, тренер». «Ну, ты прибавил, да, в этой игре?» «Да». Кстати, я играю в нее только на сборах с тобой, в «Красонаре», когда на нее особо времени нет. «Давай перейдем к еде. Какую ты еду любишь? Как тебе вообще кухня на Кубани? Чем она отличается от Тулиановской?» «Да, каких-то особо предпочтений нету. Больше, наверное, домашней мне нравится. Ну, девушка твоя что тебе готовит?» «Девушка очень хорошо готовит пасту с креветочками. Это моя самая любимая, скорее всего. Вот. А дома, наверное, мама это, ну, само собой, борщ. Это все любят. Плов у мамы очень вкусный. Всегда прошу ее сделать. И, наверное, картошечку какую-нибудь жареную по-домашнему. Это самое, да. Я думаю, все это любят. «А вот, ответишь на вопрос, почему футболисты после игр всегда любят там пиццу, фастфуды, кока-колу?» «Ну, я думаю, футболисты, они же как дети, там хочется чего-то запрещенного всегда. А тут, если ты выиграл, хорошее настроение у тебя, и ты хочешь чего-то запрещенного…» «После победы есть охвата, да?» «Конечно. На самом деле ты сразу после игры аппетита особо у меня нету. Там походит час-два и вот уже хочется покушать. Так же там всегда после игры там роллы могу заказать себе там, ну, это когда играем в «Краснодаре». Вот. А «Макдональдс» так. Так, если перекусить, может куда-то летишь, чтобы по-быстренькому, знаешь, закинул себя, полетел дальше. Так же иногда пиццы бывают после игры в раздевалке. Ну, это, я думаю, так просто перекусить, если ты играешь на выезде, пока доехать до дома что-нибудь перекусить. Нормально, я думаю. «Как ты проводишь вообще свой досуг? Чем занимаешься?» «Именно в отпуске или после тренировок?» «Ну, давай сначала поговорим во время футбола, а потом в отпуске. Ну, допустим, игра закончилась на следующем выходной. Как ты проводишь это время? Может, ты после игры куда-то едешь, посидеть, отдохнуть? Может, ты любишь потанцевать, поехать?» «Да, ну, на самом деле, последнее время мало выходных. И так получается, что ты там месяц играешь без выходных. И когда наступает выходной, у тебя получается очень много дел, которые нужно там съездить. Что-то купить, то-то купить». «В семейной жизни?» «Ну, так вот получается, да, что все выходные уходят от тебя на какие-то дела. Вот. А насчет отпуска, тут либо я домой лечу, к семье, либо мы в том году там отдыхать ездили в Таиланд. Также в этом году полетим, скорее всего, в Азию. Ну, мне нравится, знаешь, там ездить по местам всякие места, смотреть». «Ну, вот, я хотел тебя спросить. Я знаю, что ты очень разосторонний человек, и если у тебя выпадает какой-нибудь выходной, это очень редко, но бывает, и ты…» «Ну, в персонале, кстати, да, могу сказать, на море ездил несколько раз». «Можно не перебивать меня, пожалуйста?» «Продолжаю». «И ты вот ездишь куда-то на моря, или можешь поехать в горы, вот недавно ты ездил в горы, да, с Настей с этими играми». В конце августа был выходной, там что-то один-два дня. Там мы как-то долго не думая, поехали на море. Приехали на море, там искупались, потом нашли в интернете какое-то интересное место, там водопады, каньоны. Она говорит, поехали, доедем тут недалеко ехать. Ну, взяли машину без проблем, добрались сюда». «Брат у тебя есть младший?» «Да». «Чем он занимается? В футбол? Пошел он или нет?» «Нет, в футбол не играет он, учится в школе сейчас. Кстати, достаточно очень хорошо учится, без троек. Не то, что я. В свободное время в зал ходит, спортом особо не занимается. Так же, как и все дети, гуляют, играют в компьютер. Я думаю, сейчас это нормально». «Родители смотрят твои игры?» «Да, мама смотрит. Мама больше, я думаю, обзоры смотрит. Фотографии я часто скину, она так интересуется, но полные игры она редко смотрит. Отец, да, бывает, там после игры пишет, смотрел, там поздравляют с победой. Либо если там проиграем, пытается как-то успокоить». «Он служит в роли твоего какого-нибудь критика, который может напихать?» «Нет, никогда не критиковал, никогда не ругал ни за что. Такого у меня, честно, нет. Наоборот, даже мама то же самое, когда там проиграем, она говорит, ну ничего страшного, эту жизнь спокойно. Поддерживает, а чтобы там за что-то поругать, такого никогда не было». «Давай вот о Краснодаре. Я сам там прожил семь лет. И вообще, ну как тебе жизнь в Краснодаре? Она тебе нравится? Хотел бы ты сменить обстановку? Я не говорю в плане футбола, а в плане именно города». «Ну могу сказать, что мне очень нравятся люди в Краснодаре. Они очень добрые, отзывчивые. Куда ты приходишь, постричься, прийти, что-то купить. Всегда к тебе подходят и с улыбкой относятся к тебе. Не знаю, почему-то в Ульянске у меня сложилось мнение, что такого особо нету. Может там, не знаю, солнце влияет на людей по-доброму. А в плане города, ну не знаю, город как город. Тут, блин, очень жарко. Особенно летом. Мне прям очень тяжело, честно, переносить эту жару. А что помогает переносить эту жару? Кондиционеры. Я не выхожу из кондиционера летом. Зима спокойная, зимой тепло. Зимой приятно очень. Когда особенно ты едешь в другой город на игру, куда-нибудь в Москву, там минус 10. После этого возвращаешься в Краснодар на 5-10 градусов. Это вообще идеально. И тренироваться в такой погоде очень комфортно. А когда ты в городе ездишь, у тебя там просят сфоткаться с тобой, автограф? Ну, если честно. Узняют как-то они у тебя? Ну, если в экипировке, да. Бывают подходят люди, а так что будет? Только потому что ты в экипировке? Ну, скорее всего, да. Узнаваемости еще такой нет. Популярности. А хочешь быть популярным? Ну, я хочу добиться каких-то своих целей и успехов. Стать футболистом хорошим. Денис, вот такой вопрос. Если внефутбол, то что? Ну, я особо никогда не задумывался над этим. Ну, я думаю, хоккей. Я хоккей бы играл. Потому что мне нравилось тогда играть в хоккей. Я думаю, спокойно. Ну, в любом случае, спорт, да? Ну, скорее всего, да. А мне не нравится вся эта работа, когда ты сидишь там целый день где-то в офисе, что ты делаешь. Ну, это вообще не мое. Потому что как-то с детства пошла всегда подвижность, активность. Все это влилось как раз сейчас в футбол у меня. А кем бы ты хотел быть после завершения карьеры? Футбольной? Пока что не знаю. Ну, наверное, там поработать с каким-то тренером. Опять же, я об этом особо сейчас не задумываюсь. Я сейчас только сконцентрирован на футболе. А что будет, то будет. Каких-то сейчас целей я не ставлю. На будущее. Ты знаешь, что тренеры почти не спят? Ну, я представляю, да. Дорогие болельщики, всем спасибо за то, что были с нами. Сегодня в необычном интервью я был в роли корреспондента. Провокатора. И задавал вопросы и я Денису Адаму. Своему другу, партнеру по команде. Ну, и человека, которого я давно знаю. Бывшему другу. Ну да, после этого интервью мы бывшие. Всем спасибо, будьте с нами и поддерживайте нас.